Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что смотрите, следите за событиями и с разных сторон пытаетесь понять, что происходит. Сергей Гайдай со мной на связи прямо сейчас, известный политтехнолог, продюсер канала ProUA. Кстати, подписывайтесь тоже. И амбассадор тактических замечательных часов украинского бренда Claynode. Прямо сейчас со мной на связи. Сергей, приветствую вас. Александр, приветствую. Все, кто не в армии, для которых выпускалась эта серия «Украинская сила», а хочет купить для себя тактические часы, которые прекрасны по своему качеству и дизайну. Потому что швейцарский механизм и швейцарский, скажем так, подход к изготовлению часов автоматически будут донатить на армию. Потому что 20% от стоимости Claynode отправляет в фонд «Повернись живым». Да, ну, в общем, такое начало. Но на самом деле тревожные мысли. Начать я хочу прежде всего с похода на Курскую область. Вот уже там третьи сутки пошли операции. Возможно, кто посмотрит позже наше видео, будет четвертые сутки. В общем, такой достаточно непонятный с точки зрения, ну, такой шаг вооруженных сил Украины, политической точки зрения. Нардепы вовсю на телемарафоне рассказывают, что это приближает переговоры. А вы как думаете? Ну, сначала я предупрежу ваших зрителей о том, что Сергей Гайдай точно не является военным экспертом. Рассуждать по-серьезному об этом я не могу. Тем более нет инсайдов. Но о политической, скажем, стороне вопроса и даже о геополитической, где я тоже не считаю себя экспертом, но по-любому эти две стороны связаны. Я готов поразмышлять, потому что, безусловно, эти три дня нахожусь в постоянном отслеживании информации о том, что происходит, как происходит. И для меня это наступление было удивительным. Хотя в начале 2023 года в эфире у Евгения Киселева он мне задал вопрос. Мы любили тогда рассуждать о событиях, которые происходят на фронте. Он мне задал вопрос о будущем украинском наступлении. Если помните, тогда оно еще, скажем так, только завершилось два наступления, которые завершились, в общем-то, украинской победой. Это освобождение Харьковской области и отход российских войск под давлением украинских войск из Херсона и правого берега Днепра в Херсонской области. И вот он сказал, Сергей, как вы думаете, где произойдет следующее? Я ему сказал, ну там есть много направлений, они разные по своей степени, все ожидают на юге, в принципе, можно атаковать и напрямую в Донецке. Но на самом деле, с моей точки зрения, надо атаковать там, где враг не ждет, там, где он не готов. А эти наступления ожидаемы. И таких направлений два. Это десант на левый берег, который позже стал невозможен, вы знаете почему, потому что россияне подрывали Харьковскую дамбу, именно предохраняя себя от этого десанта, сделав левобережье Днепра внизу потечения практически непроходимым. И второе, я сказал, я бы на самом деле сосредоточил силы войска и наступал бы на Москву. На Москву причины простые, а там нас никто не ждет, там нет войск. Чуть позже, когда случился Пригожинский мятеж, эта моя мысль мне была подтверждена, потому что я смотрел внимательно о том, как движется Пригожин. Я общался с командиром РДК, российского добровольского корпуса, который тоже комментировал действия Пригожина. Я смотрел интервью с перешедшим на сторону РДК вагнеровцем, который принимал участие в этом походе. И они сказали, внутри Россия пустая. Составить системное сопротивление любым подготовленным, мотивированным, имеющим боевые потенциал, там нет. Нам, когда мы двигались на Москву, это говорил Вагнеровец, системное сопротивление смогли составить не военные. Они сбивали даже самолеты, которые пытались вылетать, потому что было с собой то самое ПВО, которое сейчас действует и со стороны украинцев. Это букет. То есть мобильное ПВО. ПВО способное перемещаться вслед за войсками и прикрывать их от действий боевой авиации, что в России, понятно, как ресурс существует, в большей степени, чем в Украине. Системное сопротивление составили только коммунальные работники, которые пытались хотя бы трассу перекопать, чего не делали военные и быстро разбегались, понимая, что в бою с вагнерцами, с боевым опытом, который снятый с фронта, им не выстоит. Поэтому я сказал, причем, учитывая опыт Вагнера, двигаться надо было максимально севернее. Ну, там, это просто знание местности и географии. С юга, вот то, куда двигался из Ростова Вагнер, Москву прикрывает, не помню, какая-то река с возвышенностью. А это уже естественный рубеж обороны. А до этого это равнина. Но если двигаться со стороны Белоруссии, грубо говоря, от границы с Белоруссией, как это обычно и делали и Наполеон, и немецкие войска, там местность максимально приспособлена для передвижения войск, и до Москвы она не защищена. Вот, поэтому это бы сильно поменяло логику войны. Безусловно, я не верил в то, что у украинского военно-политического руководства хватит смелости, решительности и ресурсов в такое наступление развить. Поэтому, безусловно, три дня назад я был страшно удивлен. Мы все сосредоточились на проблемах, которые у нас есть на фронте. Там, в позиционной войне, в войне на истощение России имеет преимущество. Потому что главная технология действия россиян в подобной войне, окупной войне, это местные штурмы. Почему? Потому что в российской военной школе и в советской военной школе пехота всегда рассматривалась как нескончаемый расходный материал. А когда у тебя такой материал есть, ты продавливаешь и медленно, но уверенно ползешь и занимаешь позиции врага, что у них в последнее время на многих точках, на Абдеевском направлении, на других направлениях, вот сейчас там где-то Рецк, Нью-Йорк, получалось. А вот в войне маневренной, в войне, требующей, скажем так, такой, знаете, казацкого подхода, Россия, безусловно, слаба. Потому что действовать балом пехоты тут особого военного умения не надо, надо просто ресурс иметь. Украина такого ресурса не имеет. Отсюда и вот эти наши внутриукраинские проблемы в виде принудительной мобилизации, вызывающей в обществе недовольство, вызывающие у нашей власти серьезные проблемы, падение рейтинга, претензий и в последнее время даже протесты. Вот, потому что, к сожалению, в Украине я говорил об этом видео, две армии. Одна армия такая уж, как и в России, это армия советской школы, где генералы, сидящие в штабах, требуют от политиков, давайте нам призывников, давайте нам мобилизованных, нам нужен тот самый расходный материал для того, чтобы либо сдерживать врага, либо наступать. Есть армия другая, она начала формироваться в 2014 году. Мы теперь знаем, эта армия, я сейчас скажу, как маркетолог брендов, которые все чаще появляются. Украинцы все больше понимают, что такое третья штурмовая. Недавно появился Бренд-Рубеж, Хартия, Кракен. Потому что эти подразделения, помимо того, что имеют, ну, поминка, что они образованы не в старой армейской школе, откуда все вечно проданы, как добробаты в 2014 году, они создавались на конкретном боевом опыте, на мотивированных добровольцев. Они родили свой командный состав. Мы их знаем, там, Белецкий, Реддисон, многие другие, которые менее известные. Они ведут информационно-рекламную и адаптационную работу. Мы видим их билборды по всей стране. Это немножко другая армия. Это армия, претендующая на профессиональную армию. Потому что, скорее всего, эти люди, и политизированные в том числе, что для нашей власти очень опасно и неудобно. И мы видим, что уже внутри украинской армии есть конфликт между командирами таких бригад и старой генштабовской, генеральской, скажем так, кастой. Ну, вот Содель. Заявление против других командиров, недовольство, защита, наоборот, своих командиров, когда пытаются их куда-то убрать и продвинуть с фронта генштаб. И, безусловно, в этих проблемах мы погрязли и размышляли. Поэтому то, что произошло в Курской области, должно было произойти, на самом деле, полтора года назад, по моему мнению. Но то, что произошло сейчас, вызвало у меня в первый-второй день такое, знаете, ощущение сдержанного, очень осторожного и тревожного, но оптимизма. То есть, если наши войска на такое способны, если где-то в генштабе зародилась такая идея и смелость такую операцию осуществить, значит, возможно, не все так плохо, как я рисовал эту картинку до этого. А так, куда мы идем? Вот понятно. Просто западная пресса называет это наступление политическим. Теперь давайте перейдем к тому, что может быть. Первое. Ну, давайте начнем с верхних этажей. Геополитика. Ну, во-первых, первое, что мне на данный момент понятно, и я надеюсь, я не ошибаюсь. У Соединенных Штатов Америки об этой операции не спрашивали разрешения. И администрация Байдена в некой растерянности. Она не дает внятных объяснений, она подтверждает, что не было проинформировано об операции. И это говорит о том, что, невзирая на всю свою зависимость от поставок оружия, от поставок денег, украинская власть показывает слабость Байдена, очевидно, она образовалась после его снятия с выборов, и о том, что украинская власть показывает свою способность защищать свои интересы. Нечто подобное делает в Израиле Нетан Яхо, который не реагировал на мирные, в кавычках, планы Байдена, и подтверждает то, что Израиль подтверждает все свои 70 лет существования. Мы будем защищать свои интересы, невзирая на международное мнение, помощь политиков и так далее, потому что наша главная задача, свои интересы, которые мы удостоверились, мы можем решить только военным путем, потому что наш враг никакого другого пути нам не оставляет. Вот что-то неожиданное такое произошло. Вы же понимаете, я жесткий критик нашего руководства. Я все это время говорил об их тотальном неумении, не понимании, не природы войны, не ведения войны. А тут вдруг я обнаружил нечто другое. Единственное, что меня смущает в этой ситуации, что если у вас не хватило понимания, ресурсов, ну хотя бы закрепить линию соприкосновения капитальными сооружениями, военными, а вы развиваете такую операцию, которая требует довольно свежих ресурсов, свежих боевых частей, есть ли они у вас, не превратится ли это все в то, во что превратилось российское наступление 22-го года, когда они не рассчитывали на серьезное сопротивление, и к настоящей войне не готовились, и таким образом потеряли и потерпели поражение под Киевом, и вынуждены были свои войска эвакуировать, понимая, что еще так дальше и будет тотальный разгром, потому что оказалось, что тут есть кому сопротивляться, есть мобилизация общества, и ВСУ не собирается сдаваться, а мирные жители не собирают в обнимку встречать, вот чтобы вы не попали в аналогичную же ситуацию. Не знаю, я пока не знаю, я внимательно смотрю за тем, что происходит, но это опять военное. А геополитическое – это хороший шаг, потому что я всегда говорил очень давно, что только показывая зубы даже своим партнерам и показывая свою политическую волю в защите своих интересов, и показывая, ну извините, вот такое, знаете, есть еврейское выражение «хуцпа», свою «хуцпу», то есть некий, как бы это сказать, захвалисть по-украински, то есть дерзость. Показывая свою изобретательную дерзость, вы превращаетесь в геополитического игрока, с которым придется считаться, придется договариваться, а не просто указывать ему свое место, где вы должны находиться. Это первое. Второе – это показывает примерно следующее. Как выглядела картинка до этого наступления? Украина войну проигрывает. У Украины нет ресурсов. Без западного вооружения она ничего не может. Хотя, честно говоря, там были данные, которые удивляли западных аналитиков. Мы с начала года не получали вооружения порядка, по-моему, трех месяцев. И потерь, и этим, естественно, стали активно пользоваться российские войска, развивая давление по всему фронту и наступательные действия. Бахмут был взят, Авдеевка. Но уровень потерь у российской армии возрос выше того уровня, который они терпели в 1922 году. Это говорило, что украинцы находят какие-то странные способы уничтожать врага, не получая даже западного подкрепления на фронте. Я знаю эти способы. Но это дроны. Это большое количество дронов, кстати, негосударственных. И это второй вопрос после капитальных сооружений, где государственная программа производства миллионов, не одного миллиона, миллионов дронов, которые требуются на линии соприкосновения. Разных дронов. От бомберов, которому наш канал помогает подразделению, до ФПВ. Потому что это основное оружие сегодня на фронте оказалось, которое могло бы сдерживать. Я уже вам говорил про наши части боевые, которые медийные. Я внимательно смотрю потрясающее документальное видео, видеоотчеты о боях К-2, так называемого. И было видно, что как отражаются дронами атаки тяжелой техники и пехоты россиян. Причем, внимание, не просто их засыпают какими-то ФПВ-дронами, у которых, ну, сработка, чтобы вы понимали, из 10 ФПВ-дронов цели достигает 10%. А экономия дронов, как там руководство, экономия дроны, понимая, что дронов небесчисленное количество и надо очень точно поражать те цели, ну, как пропускают танки, да, как отсекают там пехоту дронами и так далее. Украинцы этому учатся, но все равно ресурсы, все-таки российская армия по своим ресурсам сильно превышает. Так вот, безусловно, уже тогда для западных союзников было понятно, что даже не помогая нам, украинцы все равно имеют достаточно решительности эту войну не сдавать. Вот. А этот шаг показал, что нету никакой российской армии, которая просто как кролик продавит, как удав проглотит кролика украинского. Поэтому надо наше руководство, наше общество сажать за стол переговоров, срочно войну останавливать и соглашаться со всеми условиями Путина, сдавать территории, отводить войска, подписывать мирное соглашение, не идти ни в какую Европу и НАТО и так далее. Ну, все, что он выдвинет. Сейчас ситуация геополитически явно поменялась. Оказалось, что Путин тоже воюет из последних сил. Что у него ресурс и призывной не бесконечный. Хотя, в отличие от Украины, он не объявляет и боится принудительной мобилизации, которую он уже попробовал. И это вызвало в обществе, ну, как минимум, бедство части народа из страны. Вот помните, тогда было. Он это делает деньгами, большими деньгами. У них вся армия наемная. Сейчас входной бонус за подписание контракта увеличен в два раза. Кстати, это играет очень забавную роль, эта модель. Она внутри себе несет ошибку. С одной стороны, Путин по-прежнему зарабатывает огромные деньги на продаже энергоресурсов. У них денег для войны выше крыши. Они в 10 раз могут повысить бонус. Но основной контингент наемных рекрутов у них из депрессивных районов. Ну, потому что люди из мегаполисов, где живут с высоким уровнем жизни российских, не очень спешат на фронт погибать. Им это не нужно. Тем более, война где-то далеко, их она не касается. Но это рождает переклетую экономику. Это когда эти деньги уходят. Потому что куда девает рекрут? Он посылает семье эти деньги, он не с собой их носит. А там начинается экономический подъем, там начинается экономический бум. и район постепенно из депрессивного превращается в район, где есть рабочие места, где есть торговля. Вот. И это же в том числе астантно... А в чем это плохо? Нет, это плохо тем, что оттуда уже люди не очень хотят идти на фронт. Когда ты сидишь без денег, у тебя выбор идти на фронт за деньги, или вот тут уже появляются рабочие места на СТО, на мойке, в магазине, ты не очень на стройке, потому что появились деньги. То есть там экономика перегрета. Кинсианская экономика, она вот такая. И это, если ты не объявляешь принудительную мобилизацию, а только добровольную, у тебя... Откуда повышение? Почему не повышают? Потому что замедляется приток рекрутов. И второе, у тебя все равно, как оказалось, не хватает войск на прикрытие всей твоей территории. У тебя Курская область оказалась свободной. и это показывает геополитически тем, кто хочет с Путиным договариваться, что Путин не так силен, как говорили. Он не может тупо защитить свою территорию. Украинцы, у которых, казалось бы, уже нет ресурсов, они устали от войны, могут в один день занять территорию в сотни квадратных километров. Это первое. Причем, где еще есть плюс, правильно сделало наше военно-политическое руководство, которое я не привык хвалить, а только критикую, особенно в информационном плане, особенно за информационную политику 2003 года, где наше общество разогрели на победу, а реально к концу года впустили в социальную депрессию, потому что побед не оказалось, а оказались поражения. А еще на фоне коррупционных скандалов, ухудшения уровня жизни внутри страны, сворачивания прав и свобод демократических и так далее, превращения страны в такой себе авторитарно-тоталитарный концлагерь, все это. В этот раз идет информационное молчание от официального Киева, что очень неплохо. И слава Богу, потому что если бы сейчас снова начали трубить, главное, чтобы эту ошибку не сделали, про победу, что мы тут уже до Москвы дошли, а все может в ближайшие дни сильно отмениться. Трубят еще, выходит Смелянский говорит, давайте Укрпочту отделение открывать, а вот там суд же. Я просто... Это не умные шаги, частные инициативы. Генштаб, самое главное, и Офис президента пока ничего вообще не комментируют. Или делают это очень сдержанно, очень, ничего не открывая. Поэтому геополитически это имеет, поверьте, это самый большой эффект. Вот из всего этого этот эффект уже есть. То есть уже геополитическим игрокам с этим наступлением придется считаться. Картинка поменялась. Вот явно поменялась эта ситуация. Теперь о перспективах, которых еще нету, но может быть. Если наступление продолжается, и россияне все еще не могут созредоточить резервы на удержании этого наступления, все-таки они сумеют остановить, ну это рано или поздно произойдет украинские войска, и передают оппозиционную войску, то занятая эта эдитория для Украины дает ресурс для торговли. Вы хотите, чтобы мы освободили вам территории Запорожской и Херсонской области? Давайте мы вам освободим Курскую область. А вы отойдете оттуда. Уже обмен. А если, не дай бог, что оказалось не фантастикой, вот в первый день это была фантастика, и во второй день предположением а сегодня уже многие эксперты. Смотрите, я беру информацию исключительно от того, что и хорошие, и плохие русские, языкники. Ну, наши же молчат, поэтому, да. Да, берут. Они уже поговорили, в принципе, наступление может докатиться и до Курчатова, а это АЭС. И даже если не взять эту станцию, а потому что атаковать станцию, а там, ну, это безумие, только русские могут, с Чернобылем из Запорожской станции, но взять его под огневой контроль, то это уже торговля, например, на обмен станцией на станцию. Тут же запорожскую станцию вернуть, отойти оттуда, пустить туда украинских, мы отойдем от Курской атомной станции. То есть, вот, это все геополитика, теперь политика внутренняя, я буду тут покороче. А жаль, а жаль, Сергей, жаль, что покороче, потому что, скажем так, мобилизовывать, мобилизовывать человека в бусик ради того, чтобы он Родину защищал, это одно, а мобилизовать человека, чтобы он суд жубрал, это другое, согласитесь? Нет, не соглашусь с вами абсолютно, это уже сейчас, это отдельный вопрос, я вам по-другому скажу. Безусловно, обществу, которое находится уже почти более чем полгода в социальной депрессии после неудавшихся надежд 23-го года, такой сигнал мы, оказывается, можем. Враг не так силен. можем что? Подождите, можем что? Непонятен, ну, цель, непонятно, понимаешь? Побеждать. Цель, я вам уже одну рассказал, вторая цель, это позитив для украинского общества, что врагу не надо так сдаваться, его можно бить и убивать, что и положено. Теперь, на ваш вопрос, в части родину защищать, вы просто тотально не понимаете природу войны, просто тотально не понимаете, судя по вашим вопросам, ну, к сожалению, без обид, без совсем уважения. Посмотрите, я не должен понимать природу войны, я не должен понимать, гражданский человек, украинец, который живет в Украине, не должен понимать природу войны, для этого есть военная, для этого есть военно-политическое руководство и эксперты. Ошибка, тем более, как для блогера, как для журналиста, это колоссальная ошибка. Если вы освещаете события в стране, которая ведет войну, то в природе войны вы должны были разобраться. Вы, извините меня, не бабушка под подъездом, которая смотрит новости и пропаганду, вы журналист. Природа войны следующая. Войне важно, кто войну начал. Украина до 14-го года не имела ни армии, она ее уничтожала, ни планов агрессивных, ни уж тем более о войне не думала. Ей разобраться было с своими внутренними проблемами, с властью, коррупцией и прочим. Агрессор и хищник на нас напал и стал жрать нашу территорию, наших людей, нашу жизнь, уничтожая с аннексией Крыма и Донбасса. При этом имея колоссальное геополитическое значение, потому что никто в мире не верил Украине, верили Путину, их там нету и так далее, и не понимали, что происходит и что делать с этим ядерным монстром, который решил, что Украины не должно быть. Моей жизни не должно быть, моей территории не должно быть. А далее есть один принцип. Это международное право. В случае агрессии ты имеешь право на любые силовые действия, которые приводят к остановлению агрессии. Советские войска во время... Курск приводит к остановлению агрессии? Безусловно. Я вам называю эти факторы. Безусловно, приводит. Если бы советские войска остановились на границе Советского Союза и не двинулись на Берлин, то, извините меня, мы бы до сих пор жили в другом мире, где бы Вторую мировую войну союзники не закончили победой в Берлине или это сделали бы без Сталина. Это глупо. Поэтому еще раз, война заканчивается после поражения противника. И для поражения противника, если надо прийти на его территорию, то есть с какого хрена враг имеет право бомбить мои дома, приходить на мою территорию, забирать мои земли, а я типа не должен этого делать, чтобы его разгромить, чтобы защитить. Операция в Курске это не оккупация и не нападение на чужую страну. Это защита украинской территории. Если это непонятно украинскому гражданину, любому, то я ему не завидую за что-то не в той стране живет, честно говоря. Потому что этот пацифизм, который приводит к гибели людей, он или проявление глупости, или работы на врага. Вот реально. Мобилизация... Смотрите, то, что ваш спич можно... Я вот просто... Я объективно пытаюсь судить. Давайте так. Так этим можно все объяснить. Мобилизацию с 18 лет можно объяснить. С 16 лет можно объяснить и воевать до 2044 года. Этим можно объяснить все, Сергей. И вы, как политехнолог, это знаете. Нет, не так. Применяйте этот инструмент. Не так. Не так. Объясняю вам про мобилизацию. Я являюсь жестким сторонником отмены мобилизации как таковой. Я являюсь жестким сторонником сокращения украинской армии от того состояния, в котором она сейчас находится. Почему? Потому что более половины этой армии, силы, бароны, является не эффективно воевать. И здесь есть разные подходы в зависимости какая у вас страна. Я упоминал Израиль. Израиль по своей территории и своему составу населения не может себе не позволить всеобщей мобилизации. Причем не просто мужской. А если вы знаете, там призывают и женщин. Потому что по-другому он не выживет. И это является условиями социального договора. Внимание. Знаете, что это социальный договор? Это договор граждан, которые решили жить в какой-то стране. И у них такой договор с 1946 года. Потому что в 1946 году каждый приезжающий в Израиль гражданин вынужден этот договор выполнять. Иначе он просто туда не едет. У него есть выбор. Он не рожден. Израильтяне они когда образовывали страну у них выбор выбор был либо ехать в Палестину и образовывать там новое государство либо туда не ехать потому что они по всему миру живут. Оставаться в тех территориях где им. Они решили но если ты туда едешь то там такие условия надо идти в армию. Почему? Потому что все соседи хотят тебя убить и уничтожить. И население у тебя в сотни раз меньше чем у арабов. Поэтому к сожалению всеобщая мобилизация. так и построена страна. При этом эта мобилизация не отменяет то что Израиль является развитой демократической страной со всеми инструментами где население принимает участие в управлении страной. Израиль стратегический партнер Соединенных Штатов Америки. А Украина? Он стал стратегическим партнером в 73 году. До этого ни одна страна Израиль не поддерживала. Они воевали сами не имея ни оружия ничего превосходящего противника которого хорошо снабжали оружием самым современным Советским Союзом. Возвращаясь к Украине мы эту страну не образовывали у нас выбора не было здесь социальный договор все воюют отсутствовал до этого момента и все воюют это значит воюет элита у нас правящий класс воевать не собирается поэтому если ты не собираешься воевать а гражданских зовешь на бойню извини ты создаешь социальный коллапс бунт внутренний так не делают в Израиле воюют все это условие или не можешь не быть гражданином этой страны это первое а в чем тогда природа войны ну вот понимаете я же к первому глобальный второе я вам говорю второй фактор важный у нас достаточно населения и достаточно ресурсов для создания профессиональной армии а не общей призывной и это надо делать 350 тысяч профессионалов которым обеспечили все необходимое вооружение дали огромные социальные пакеты хорошую зарплату по более российской сейчас у нас такого нету способны не просто охранять нашу границу от любого агрессора включая российского но еще разбить российские войска на поле боя и это не делает наша власть а способность наша воевать способность нас без массового призыва не руши экономику не забирая людей из производства не перекрывая границы не отлавливая людей по в тисе и так далее просто власть и более того все это вредит стране потому что строя концлагерь его не хочется защищать и никак это с курским наступлением не связано но чтобы разбить врага надо взять Курск чтобы я аж не дошел до военного там есть и военный аспект у русских нету ресурсов им придется снимать с фронта ресурсы и это как минимум шаг оправданный и второе там происходят основные пути через Курскую область Белгородскую и Брянскую снабжение северной части группировки войск россиян именно эти дороги сейчас и перерезаются так что я подозреваю что где-то случилось в нашем генштабе здравомыслие которого раньше я не наблюдал и эта операция имеет смысл но пока держу кулачки пытаясь все-таки не комментировать потому что война дело непредсказуемое все может оказаться не так как мы хотим себе и возможно нашим придется отходить но конечно желаю успеха но в принципе понимаю что в трех аспектах и в геополитическом и внутренне политическом и военном эта операция вполне имеет смысл вполне имеет смысл я правда ну внутриполитически я с вами не соглашусь ну это как бы свободное общение наше с вами вы такое мнение я другое другого мнения придерживаюсь я вот о чем ну вот опять-таки да природа войны вот ваш скажем так посыл мол по-другому никак но смотрите мы же подождите 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 мы же давайте мы же делаете что мы же теряем территории на Донбассе мы же теряем населенный пункт населенным пунктом получается мы ну смотрите вы просто говорите о размене например там Курскую область ну вот этот заход наш на Харьковский заход и он логичен ну вот как торги вы на этом делали акцент а получается по факту еще это оправдано с военной точки зрения а получается по факту если вы врагу можете перерезать если вы врагу можете перерезать линии снабжения если вы можете создать ему угрозу которая отведет войска из горячих точек это надо делать понятно но получается сейчас по крайней мере что у нас есть как бы ну много да вот украинских таких мощных пабликов которые потушные да они пишут у нас приобретение в Курской области но потери на Донбассе получается размен немножко в другую сторону по состоянию на сегодня что значит другую сторону ну мы завоевываем Курск и отходим от Донбасса Александр есть простая вещь я не хочу быть военным экспертом но даже на элементарном уровне когда читаешь военную литературу бей врага где он слаб украинцы нашли слабую точку врага туда и бьют как в принципе правильно что бьют по их заводам дронами по их аэродромам по их линиям снабжения это природа войны здесь нету такого я буду я вам давайте так из обычной жизни вот не из военной знаете вам никогда не доводилось где-нибудь встречать агрессивного человека который создает вам угрозу на улице не знаю в конфликте где-то доводилось или нет нету конечно доводилось но моя личная человеческая философия что конфликта нужно избежать а не вот если драка неизбежна бей первым беда подобного размышления беда подобного что подобный негодяй подобный подонок не воспринимает вас культурным честным толерантным гуманным человеком а вы его воспринимаете и говорите ну ладно чувак погорячился я договорюсь конфликта не будет и получаете переломанную челюсть и разбитый череп знаете почему а он вас так не воспринимает культурным человеком он с вами говорит как сибирам понятен тогда пример из жизни номер два поэтому еще раз негодяем только язык смотрите пример из жизни номер два случалось так я думаю что в каждом жизни случалось и тем более война и до войны я имею ввиду просто чисто гражданский пример что у вас нет денег ну нет у вас осталась там какая-то собственно кредитная карта которая там под бешеный процент но не сейчас но потом и собственно денег нет получить источника дохода тоже как бы нет если есть он минимально не покрывает ничего но вы берете эту карту кредитную с кредитным лимитом и летите ну не знаю там в Анталию и летите в Мономальдивы летите в какой-нибудь не знаю там прекрасный курорт прожигаете эти деньги возвращаетесь и что дальше то есть я прям знаю целую категорию таких людей которые так живут переложим этот пример тоже на Украину я в начале нашего разговора вам сказал что у меня есть тревожное ощущение то есть смотрите с точки зрения замысла этой операции с точки зрения необходимости ее с точки зрения последствий я абсолютно ее сторонник я вам сказал я два года назад Евгений Киселев сказал что на месте нашего военного руководства я бы развивал удар не на линию Суровикина где скоплены войска нас ожидают дано время подготовились а еще был такой фактор о котором все молчали а я слушая американских блогеров со стороны республиканцев да понимал что и вооружение у нас недостаточно дано нам говорил я бы не бил там я бы пошел там где нас не ждут где нет окопов где нету линина но где врагу будет очень больно и он вынужден будет на это реагировать в нашу пользу отводить войска защищаться заявлять о перемирии говорить давайте договоримся ладно давайте договоримся язык силы я вам говорил там поэтому я безусловный сторонник но где у меня есть тревожное ощущение абсолютно тревожное я вас подтверждаю что глядя как неподготовлено наше военное руководство не подготовило линии обороны не обеспечило всем необходимых солдат в горячих точках где вы правы мы теряем территории где развивается их наступление да большими потерями для них уровень как никогда высок да мы тоже теряем своих людей потому что условно говоря сидели бы наши имели бы наши необходимые средства и силы для отражения атак так бы не было атак такого нету так вот все развив насколько у меня нету в этом информации и подготовленных еще и сдержанной насколько наше военное руководство эту операцию подготовило если она ее подготовила имеет ресурсы средства и противник действительно в этом месте так слаб что мы этим можем воспользоваться пока это за три дня получается очевидно получается судя по их информации то я буду только аплодировать если нет я очень тревожен в этом отношении потому как все это может закончиться и мы можем попасть в ту ситуацию в какую попали их войска под Киевом да придется отходить придется эвакуироваться и придется засчитывать это как очередное поражение поэтому я бы на этом месте просто сидел наблюдал и смотрел как оно будет на самом деле я еще один момент хочу с вами обсудить по этой теме да еще одну обсудим я вот по этой теме хочу прямо спросить доктрина ядерный удар бомбежка неизбирательная Киева сейчас что только в сети не говорят об ответе условно Путина на вот эту ситуацию но есть такие здравые люди которые говорят немножко по-другому они говорят вот что Путин как бы будет ничего этого не будет но он собственно выставит на авансцену Герасимова который пообещал что за три дня решит эту проблему он ее не решит ну и потом собственно начнется ну скажем так приход там еще больших ястребов ну и все это будет но потом это вот такие мнения опять-таки они фигурируют сейчас вот вы можете просчитать как бы что будет предпринимать Кремль и агрессор никто не может просчитать что будет предпринимать Кремль и агрессор ровно как мы не просчитали никто не просчитал что это будет в Курске это наступление но я могу сказать вам только одно замечание какие еще к черту ястребы все ястребы которые способны у них вести войну агрессивную они ее уже ведут в самоагрессивной для нас манере но это как знаете боя получается жестче жестче не будет жестче может быть только ядерной удар но я более чем уверен что это линия для Путина который тоже понимает что он не так силен как он рассказывает миру хотя бы вот на принципе Курской области что страна которая еще вчера им не воспринималась как реальная как вообще к чему-то способная сегодня создает ему ситуацию когда он должен будет решать вопрос защиты Курской и Курской атомной станции соответственно война ядерная это уже война не с Украиной это уже мировая война где Путину не выжить и если раньше у него могли быть иллюзии что я такую армию создал что меня НАТО боится то сейчас у тебя такая армия которая все еще не может победить какую-то украинскую армию которую не очень снабжают где не очень умное военное политическое руководство и где в общем-то куча проблем своих внутренних да друзья подписывайтесь на Pro.ua и следите за деятельностью Сергея Гайдая конечно и покупайте часы клейнот все-таки как бы доброе дело финальный вопрос нашей сегодняшней встречи он о Ермаке смотрите несколько недель к ряду и вы тоже наверняка ну я прям уверен тоже в этом процессе обсуждения каких-то мирных перспектив вот как это кстати традиция наших всего происходящего как только мирная перспектива приближается сразу происходит что-то ракета вахмадет происходит происходит наступление на Курск что вообще как бы отметает любые переговоры но вот был в этом контексте и президент Зеленский который там менял риторику как-то вот там пытался лавировать все отмечали этот момент ну вот выходит Ермак Курск понятно не комментирует но комментирует саммит мира да и участие России в общем требования не изменились и это официальная позиция которая произнесена сей час как вам кажется второй саммит мира и вот этот путь который прокладывал в интервью немножко раньше президент Зеленский все уже пересмотрели его его не будет и что вы думаете по поводу движения собственно к миру о формуле Зеленского можно забыть нет я думаю что наступление на Курск вкладывается абсолютно в планы по поводу саммита мира если раньше саммит мира выглядел как глупая затея под названием тут собрались страны уговорить Путина прекратить войну а сам Путин не видит причин ее прекращения и посылает на Ахмадет ракету и говорит да плевать я хотел на вас что хочу то и делаю потому что у вас никаких аргументов для меня нет ваши войска побеждают нет мои войска побеждают у вас есть ресурсы нет у вас ресурсов вы меня боитесь и скажем так правительство Зеленского стоит перед серьезным внутриполитическим кризисом потому что он нелегитимный ему выборы надо проводить а сейчас появился аргумент да нет господин Путин но у вас проблема война теперь на вашей территории происходит всему миру и внутренним населению демонстрирует что у вас не хватает сил не то что Украину победить себя защитить поэтому давайте ка на мирные переговоры только не на ваших условиях а на компромиссах это то что я вначале рассказывал это геополитический фактор этого наступления к сожалению к сожалению к моему он может быть единственным когда принималось такое решение почему к сожалению потому что все таки должен быть еще и военный аспект то что я сказал все таки помимо вот этого при невменяемом враге ты все таки еще должен достигать конкретных практических результатов поля боя когда у российской армии действительно будут ну у группировки север та которая атакует Волчанск перерезанные пути снабжения это позволит нашим их выдавить с Харьковской области и это уже зачет или вот они возвращают Вагнер из Мали пока знаете об этом да а чтобы наиболее боеспособные части вернулись например с тех территорий где у нас сейчас не все хорошо это то вот это должно быть тоже без этого к сожалению геополитический фактор даже если он только ради этого был сделан не получится вот где моя тревога и печаль а по поводу необходимости так действовать как и стрелять по их территории ракеты а я бы переходил от дронов к ракетам как производить огромное количество оружия как превращать нашу армию в профессиональную я только за вопрос только степени подготовленности и качества того что вы задумали а замысел был правильным я бы его еще и говорю в 23-м году осуществил если бы на то была воля и соображение ну как бы нашего военно-политического руководства и вопрос уровня подготовки мы не знаем насколько это готово пока только россияне нам поставляют информацию что это не какие-то ДРГ что это очень хорошо подготовленные вместе с ПВО с резервами наступления дай бог посмотрим тут вопрос дней мы с вами можем встретиться через неделю и обсудить вот как все было потому что давайте встретимся потому что действительно дней прошло немного это правда и даже там когда я тоже хотел затронуть эту тему а может это отвлекающий удар а непонятно отвлекающий перед чем вроде как если отвлекающий то уже должно начаться что-то другое на плане безусловно есть такой эффект что такое отвлекающий удар это удар который требует от противника перебросить свои резервы тем самым ослабив какую-то часть и соответственно в этой части у нашей армии появляются возможности дай бог чтобы так было но пока что они за три дня не сумели сорганизовать организованное сопротивление есть на это надежда что им придется поживем увидим Сергей Гайдай был моим цементритиком сегодня спасибо вам большое за время и мысли друзья спасибо за то что посмотрели это видео берегите себя и друг друга увидимся до скорого